Ребята, всем привет! Большое спасибо, что вы присоединились ко мне в этом видео. Видео сегодня будет крайне бесполезное и очень вредное. Но если вам интересно, оставайтесь вместе со мной и проведем эти 10 минут вместе. Достаточно? Ну, давай. Ром, ты хочешь? Да или нет? Да. 12 февраля 2023 года в Америке был невероятно знаменательный день. В этот день две футбольные команды, которые вышли в суперфинал, боролись за кубок. Соревновались за первое место в финале – супербол. И для большинства американцев футбол – это не просто игра. Смело можно сказать, что именно футбол и является определенной частью жизни американцев. Они не могут дождаться начала футбольного сезона. То что же уже говорить о финале этой игры? В моих видео ранее вы могли видеть фрагменты, как Чет сидит и смотрит за игрой. Как он комментирует, переживает, возмущается, радуется. Это определенно очень эмоциональная игра, если ты понял правила этой игры. Меня с правилами игры Чет уже ознакомил. Скажу вам, я до сих пор некоторые моменты так еще и не смогла понять. Порой я даже начинаю возмущаться, если считаю, что мою любимую команду обидели. И тогда уже подключается Чет, начинает меня успокаивать и говорить о том, объяснять правила, почему в данном конкретном случае судьи все-таки были правы. Хотя порой даже он бывает с ними не согласен. Игра сегодня будет только вечером, будет в 5.30 только начало этой игры, но уже целый день с самого утра все передачи, все новости так или иначе связаны именно с Суперболом. Рассказывает биографию героев, берут у них интервью. В общем, очень много интересного можно узнать именно в этот день о футболе и о игроках данной команды. Рассказывает биографию героев. Традиционно в этот день американцы ничего абсолютно не делают и посвящают время семье. Чет вызвался приготовить сегодня своеобразный американский ужин. Я с легкостью согласилась и именно в начале видео вы видели, что он готовил. Такая еда для нас абсолютно непривычна. Он приготовил сосиски в пиве, которые томились несколько часов в инстант пати. Также пару вариантов диппинга для чипсов. Один острый вариант для нас и один для деток неострый. Также он сказал нужно обязательно купить пиклс. Это наши огурчики. Их также видели в начале видео, просто невероятно вкусные. Я с детками преимущественно в этот день складывала пазл, а Рома был на улице с соседними мальчишками, играли в футбол. Все же остальные члены семьи, как вы видите, мирно спали и отдыхали. Напомню, это наших три котика. Это самый младший френч фрайс, чизбургер следующий. Рядом с ним лежит Вуки. И чизбургер и Вуки это два брата. И живут они с Чедом уже очень давно. Он их взял из шелтера уже порядка более 10 лет назад. А френч фрайс, она очень молоденькая. Мы ее взяли лишь полтора года назад. Смотрите, как классно и дружно они спят на диване. И наша собака им совершенно не мешает. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну пока мама с папой отдыхают, детки сложили уже один из пазлов И теперь им нужно их разобрать и сложить обратно Так как мы обязательно приучаем детей после того, как вы поиграли Вы должны за собой убрать и все сложить на места Вот так пока детки наводят порядок, мы просто лежим и отдыхаем Длин тянетаем А теперь немного полежав, слегка проголодавшись, мы решили покушать немного еще раз Вот так именно большинство американцев и проводят этот день Кому-то приходят друзья, родственники, кто-то проводит этот день просто с семьей, как и мы Всегда Чет созвонился с родителями, с детьми И мы, кстати, покупаем билет его сестре Она будет прилетать к нам, смотреть за нашим домом, когда мы поедем в Диснейленд И, кстати, да, она это будет делать для нас не бесплатно Мы ее попросили, чтобы она нам написала список, какие продукты ей купить, чтобы она хотела на эту неделю, когда она будет гостить у нас И так Чет ей будет оплачивать дополнительно за каждый день, который она проведет в нашем доме Она у нас будет таким своеобразным дейдеситером для нашей собаки и для наших трех котов И, разумеется, мы ей ставим мою машину для того, чтобы она при желании могла где-то поехать Сестру Чеда, кстати, зовут Дженни Она на два года старше, ей уже исполнилось 50 лет Она также учитель, как и Линда, мама Чеда И проживает она также в штате Аризона, недалеко от родителей Кстати, это будет наша первая личная встреча Ее дочь Кэти, она уже приезжала к нам несколько раз с Линдой А вот Дженни еще нас ни разу не навещала Итак, приближается время начала футбольного матча И это кватербэк команды Chiefs Кстати, это моя любимая команда Это команда нашего штата, где мы проживаем сейчас, штата Канзас Парню 27 лет и всего пару лет назад он подписал контракт с командой, в которой сейчас он является кватербэком И ему оплатили 500 миллионов долларов Но этот контракт заключен на 10 лет 500 миллионов долларов за 10 лет, очень неплохо, согласны? Кстати, недавно у него состоялась свадьба с девушкой, с которой они начали встречаться еще в старшей школе И совсем недавно у этой пары родился второй ребенок Да, зовут его, кстати, Патрик Махомс И он здесь в Канзасе, местная знаменитость У меня Чет порой недоумевает, как я могла стать фанатом другой команды А не команды Seattle Seahawks Он говорит, что я просто не устояла перед шармом Патрика Махомса Но это не так Итак, игра была очень интересна Я даже ничего не снимала И сейчас самый ответственный момент Как вы видите, счет 35-35 И до конца матча меньше двух минут Это самое ответственное время Моя команда выиграла со счетом 38-35 Что-то YouTube не пропускает мое видео Поэтому концовку матча я обрезала Ну что ж, бывает самое главное, что я еще не успела полностью удалить это видео Спасибо вам, что присоединились ко мне в этом неполезном и вредном видео И как всегда, увидимся с вами в моем следующем видео Пока-пока, ребят